Рюкзак фирмы Philraven, модель Kaipak 58. Данный рюкзак является легким трекинговым рюкзаком и позволяет ходить маршруты средней продолжительности. Соответственно, рюкзак также подойдет тем, кто хочет иметь комфортный рюкзак для походов выходного дня и ценит ретро стиль. Рюкзак выполнен из материала J1000, то есть это смесь хлопка с полиэстером и основная часть рюкзака, которая из этого материала сделана сразу, с завода имеет пробитку воском. Если вы хотите, чтобы рюкзак сохранял свои влага и грязеотталкивающие свойства, его периодически надо обрабатывать воском Philraven. Дно рюкзака выполнено из полиамида плотностью 500 деньер. Соответственно, здесь, где рюкзак чаще всего истирается, он будет меньше изнашиваться за счет синтетического материала. Система переноски рюкзака очень простая и очень эффективная. Это две алюминиевых платы, а также вставка из полиэтилена низкого давления вдоль спины. Для вентиляции сделаны промежутки между вставками. Соответственно, рюкзак касается вас только в лопатках и в пояснице, а здесь образуется место для вентиляции. При этом спинка в основной части ровная и, соответственно, если рюкзак используется в тайе, сюда будет меньше цепляться хвои. Рюкзак быстро регулируется под пользователем. Рюкзак имеет симметричные стяжки, соответственно, удобно его сажать по себе, даже если он сильно загружен. Длина пояса такова, что сюда влезет большой дядя взрослый и даже если он в пуховике. Лямки широкие и хорошо вентилируемые. Есть грудная стяжка, которого при желании можно снять. В стяжке есть свисток. Противооткиды рюкзака быстро и удобно достаются руками, соответственно, можно рюкзак регулировать на ходу. На поясе есть небольшие карманы на молнии, куда удобно убрать зажигалку, компас или, например, перекус из орехов. Рюкзак имеет объемный передний карман на молнии, куда можно убрать куртку, какие-то там пончо, даже сюда влезет групповой тент. Соответственно, сюда зайдет достаточно большой объем вещей, около 6 литров. Это для тех, кто любит разделить рюкзак на несколько функциональных зон. Также у рюкзака есть нижний вход на молнии 10 номера. Соответственно, молнией удобно пользоваться, если вы в перчатках, и вы сразу попадаете в основное отделение. Разделитель отсутствует, это снижает массу рюкзака и упрощает его упаковку. У рюкзака очень объемные сетчатые боковые карманы. Соответственно, сюда можно при желании с боковых стяжек убрать современную легкую двухместную палатку. Сюда отлично встанут дуги от этой палатки. Также вполне зайдет даже крупный топор-колум. Соответственно, рюкзак увеличит свой функциональный объем. Боковые стяжки сделаны достаточной длины, чтобы сюда можно было убрать плотно свернутый туристический коврик. Алюминиевая пряжка служит для того, чтобы прижимать сюда трекинговые палки, а при этом кончик трек-палок будет упираться вот в эту постельку. Соответственно, трек-палки расположатся вдоль тела рюкзака и не будут мешать в лесу. Рюкзак имеет карман в клапане, где с завода уже в комплекте входит дождевой чехол. Также здесь есть карабин для ключей, либо удобно хранить дождевик. На дождевике имеется большая надпись, и она является светоотражающей. Под клапаном также есть небольшой карман для ценных вещей. Основной объем рюкзака сверху утягивается компрессионным ремнем. Сюда удобно подсунуть куртку, пуховку, либо веревку. Рюкзак имеет две утяжки. Одна расположена по краю основного объема, вторая чуть выше. Соответственно, рюкзак плотно прижимается этими стяжками и не дает делать его кривым и неправильно его упаковывать. Внутри спинки есть отделение для питьевой системы и фастекс для ее фиксации. Жесткая полиэтиленовая вставка и латы спрятаны за отделением на молнии. При желании этот элемент каркаса можно полностью вынуть и, соответственно, рюкзак можно будет свернуть, например, если вы используете его в водном походе. Таким образом, имея внешний стильный дизайн, современный материал, который можно подогнать под условия с помощью дополнительного овощения и удобную систему переноски. Данный рюкзак отлично подойдет для походов выходного дня, для тех, кто часто выбирается в лес, пеших и горных походов по таежной и лесотундровой зоне. Продолжение следует...